так добрый вечер сегодня у нас семинар на тему как создать свой прогресс бар на языке вебе и в среде иксы прогресс бар собственно это некая шкала которая будет показывать нам проценты прогресс выполнения некого длительного процесса некого долго играющего макроса и это действительно вещь которая может быть очень актуально для самых разных случаев так как при автоматизации работы в том же цель у нас часто возникают какие-то длительные обработки длительные операции и ожидание результата она может выглядеть очень томительно если в это время пользователя каким-то образом не развлечь мы вот это вот как раз отвлекающий маневр причем очень распространенная штука но так как стандартного инструмента такого у нас готового нет то возможный вариант создать его своими руками и это не так сложно а на самом деле данный момент у нас рассматривается более детально в практикуме по вебей ну а здесь я из него взял только небольшой фрагмент и хочу продемонстрировать как это выглядит соответственно что мы будем рассматривать на данном семинаре во первых а мы с вами будем создавать прогресс бар на основании пользовательской формы которая будет как раз нам это графически наглядно демонстрировать на экране но а после того как мы эту заготовочку пользовательскую форму создадим надо будет ссылаться на ее работу вызывать ее в процедуре а использующий цикл с многократными повторениями и в этом цикле как раз будет написано необходимые нам команды которые будут собственно визуально менять внешний вид пользовательской формы и показывать прогресс работы процедуры ну а рассказывать об этом буду вам я заявил фандри и моя как раз специализация связана а в том числе из программирования макросов и одна из задач очень распространена это то что мы сегодня с вами обсудим и посмотрим и так по порядку для того чтобы продемонстрировать вам все о чем мы сейчас будем говорить у меня будет использовать вот такой исходный файл прогресс бар исходный файлик этот файл если вы подключились к нашему семинару доступен в личном кабинете откуда его можно скачать и параллельно со мной упражнятся либо это можно делать вообще в любом совершенно решение потому что то что мы делаем действительно стандартное шаблонное такое универсальное решение но а надо иметь какую-то отдельную заготовку некий макрос который длительно выполняется здесь у меня пока только этот макрос и больше ничего макрос на самом деле работает достаточно быстро и не делать никаких сложных вещей дать я продемонстрирую то что у нас есть в исходном файлике и на чем мы будем дальше основываться в наших упражнениях так открываю я этот файл и включаю здесь заготовку макроса значит он просто пустой файл в котором имеется в наличии вот такая кнопка запускающие уже заранее созданный макрос и этот макрос у меня предлагает создать новый лист в этой книге и начать его заполнять какими-то данными ну я города окей соглашаюсь на это вот процесс пошел процесс достаточно длительный но видно что творится меня а в этом случае курстор бегает по ячейкам вводит в них какую-то информацию и все это достаточно долго и непонятно когда это закончится хорошо что пока у меня хотя бы это визуально отображается на экране то что очень часто при таком длительном процессе у нас экран замораживается и нам не показывает excel происходящего а пока просто такой белый завиши или замороженный фон это правда быстрее работает но а зато как-то скучно смотреть на эту что творится сейчас на играет это не вирус это у меня процедура которая случайными числами заполняет достаточно большой диапазон ну вот она закончила работу ничего больше минуты работу я это тестировал на других компьютерах у меня получалось это быстрее немножко но этот макрос можно оптимизировать вот как видите вас 37 секунд у меня минуту с лишним макрос этот заполнял ячейки случайными числами от одного нет от нуля до 1000 и а еще эти ячейки раскрашу если было мы это делали без форматирования было бы реально быстрее если бы я убрал еще перемещение по ячейкам а выделение каждой из них это было бы в разы быстрее и тем не менее вот этот вот процесс хотелось бы как-то показывать визуально что смотрите я уже выполнил там треть или половину или 80 процентов а с того что намечено и спокойно на это бы реагировал они как сейчас думал это у меня нормально или это давно а надо принудительно прервать прекратить ну и собственно что в этом случае планируется сделать для данного решения мы хотим с вами настроить пользовательскую форму которая будет потом у нас запускаться при работе данного макроса и показывать процесс выполнения сам макрос который сейчас у меня выполнялся его а можно в редакторе вебе и открыть то есть вот я переключился в вижу обессе вот он называется май старт находится но в отдельном стандартном модуле и собственно как раз создает новый лист берет табличку всего-то 250 на 100 250 строк 100 столбцов 25 тысяч ячеек так долго он не заполнил на самом деле гораздо быстрее это будет работать если я вот здесь в одном из внутренних циклов уберу выделение ячеек команду select закомментирую так как у меня долго до этого работал я думаю сразу убрать это вещь если интересно будет в конце при тестировании я могу это и включить назад но сейчас попробую без это то же самое пробую без выделения ячеек и он не на отдельном новом листе это сделал за две секунды то есть вот этот лист минуту с лишним здесь две секунды разница ну ладно хорошо но две секунды мы не почувствуем на чем продемонстрировать прогресс поэтому я все-таки оставлю сейчас пока этот цвет на месте а мы с вами начали занимаемся предварительной частью работы еще не требующий программирования а скорее это будет рисованием дизайном и здесь а у каждого могут быть свои возможные варианты укладывающие в общую картину мы создаем форму показывающую прогресс выполнение макс что для этого необходимо во первых мы с вами добавим новую пользовательскую форму user form в редакторе visual basic использую соответствующую команду insert user form а затем добавим нее с помощью панели toolbox дополнительные элементы управления и сделаем для них некоторые настройки в окне пропитес никакого программного кода пока не потребуется но единственное что мы договоримся о каких-то общих названиях и возможно размерах наших элементов которые мы собираемся здесь задействовать только мне надо вернуть назад где у меня атом моим успел закрыть файлики вот они дайте-ка их вот так размещу значит вот этот файл а он открыть все в порядке а вот итак как я говорил мы добавляем команды insert новую пользовательскую форму user form она у меня не только новая но и единственная в этом файле и и размеры я сделаю потом немного поменьше и первым делом что собираюсь здесь настроить в этой форме это задам ей название название стандартный user форма 1 мне кажется не особенно информативным я назову таким образом обычная практика слова форма сокращать до буквы фрм и дальше будет называться на прогресс бар если вы даете другое название то у нас будет потом программный код отличаться где мы будем к этой форме обращаться уже в дальнейшем ну поэтому давайте договоримся что фрм прогресс бар вот это наше название что еще можно сделать сразу же здесь заголовок этой формы заменить и в свойство капшин написать что-нибудь типа пояснительного текста что у нас работает некий макрос работает 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 чего-то такое делает это просто текст и ничего более так дальше а дальше вот сюда я добавляю то что будет у нас как раз работать как шкала прогресса выполнения вот тут возможны самые разные варианты я показываю наиболее простой на мой взгляд но можно было бы сделать и чуть-чуть по другому я добавлю из панели тулбокс включая включается на вот этой кнопочки молоток и гаечный ключ элемент под названием лейбл лейбл это просто надпись и и не надо редактировать вручную заполнять при работе пользователя это просто окошко в котором можно написать любой произвольный текст при желании и второй момент у этой надпися можно настроить внешний вид дизайн разнообразный вот я беру эту надпись добавляя сюда по умолчанию она получает название лейбл 1 и задаю для нее ряд настроек настройки следующие но во первых я хотел бы в ней с качестве надписи указать текст вот такой это не обязательно но так будет наглядно сто процентов то есть это когда у меня прогресс выполнения завершится будет отображаться здесь цифра сто процентов а дальше мне не нравится что она такого не интересного серого цвета поэтому я поменяю ей фон back color и вот тут вы выбираете цвет какой вам нравится любой он будет показывать вам как раз полностью выполнены до конца прогресс но может быть не красным может быть синим или желтым каким-то сделать не знаю то есть пожалуйста а на ваш выбор выбирайте какой-то цвет что дальше еще тоже не обязательно но если вы хотите можете выбрать здесь рамочку фоновая рамка вот этот бордер color у нас отдельно задается но пускай будет какая-нибудь отличающийся от основного цвета не знаю насколько это сочетающиеся цвета но выбирайте здесь подходящий вам вариант а кромочку видно там а я их одинаково почти сделал хорошо какая-то рамка что-то не вижу а я понял почему я не вижу бордер style сказано но он отсутствие рамочки стиль такой значит нет с рамкой ставил сингл и вот теперь я вижу да вот она вокруг синяя рамка появилась еще мне хотелось бы чтобы эти проценты были не слева написаны а справа но это настройка центрирования где-то у нас вместо left вот здесь надо указать right но это такие тоже мелкие детали но мне кажется так а будет интересней и наконец важный момент я хочу чтобы это окошко у меня а имела строгий размер по ширине какой но мы договоримся одинаковый чтобы нас был потому что в программном ходе это значение будет упоминаться это свойство вает я не знаю какой она у вас потому что мы рисовали все это просто произвольно наобум на глаз я хочу сделать размер какое круглое число но ближайшие вот 200 вот у меня ширина 200 единиц вот такая вот у меня здесь получается шкала но мне нужно будет сделать так чтобы когда будет запускаться выполнение то это окошко бы меняла свой размер то есть вначале она была бы при ноль или одном проценте выполнение вот такого маленького размер то больше больше постепенно бы увеличилось размерах да и значение процентов отображалась бы тоже меняющийся поэтому ширина у меня сейчас 200 но это максимальная ширина а минимальная будет вообще ноль самом начале как сделать так чтобы у меня это шкала росла не неоткуда а как бы плавно заполняла какую-то область вот в этом случае знаете я делаю копию этого элемента ну как обычно этого выделил скопировать вставить эта копия у меня должна быть один в один такого же размера и подложенная под задний план но стиль и и будет отличаться это у меня лейбл 2 значит в чем отличие во-первых заголовок капшин никакой не нужен она будет подпись но без какого-либо текста пустой такой рамочкой второй момент я уберу бы колор такой яркий и заменю на что-то попроще или вообще серый фон возьму или какой-нибудь светлый там но чтобы вот такой вот был вариант а теперь для того чтобы эти два элемента четко совместить мне нужно сделать следующее во первых выяснить какой из них будет на переднем какой на заднем плане вот сейчас у меня на переднем плане как раз вариант лейбл 2 потому что он был позже добавлен сюда мне нужно их поменять местами я сразу об этом не подумал может быть стоило лейбл один таким цветом знать но есть специальная команда правый щелчок и set backward на задний план bring forward на передний план посмотрите сейчас если они друг на друга немножко наползает на переднем плане у меня светлая вот эта надпись а теперь она ушла на задний план хорошо есть ну и наконец еще один момент у меня чтобы они были точно совмещены и полностью у меня верхняя область перекрывала нижнюю я делаю следующий человек выделяю оба вместе и это удобно делать вызов панель инструментов в меню view toolbars есть такая панель к юзер форм view toolbars и юзер форм вот в этой панели есть кнопочки для выравнивания выделенных элементов я в начале выруми по левой границе и еще дополнительно выруми по верхней или по нижней границе вот я полностью совместил теперь у меня здесь две надписи но верхняя полностью нижнюю перекрывает просто размеры одинаковые чтобы обратиться к нижней надписи если мне понадобится в дальнейшем я буду выбирать его здесь списке по имени верхний лейбл один нижний лейбл 2 ну и вот видно нижняя желтенькая хотя она и не видно полностью а верхняя это вот это розовенькая все заготовка есть ничего больше для этого происходить а у нас изменяться не будет но я вот их может быть единственное что чуть-чуть подвинул чуть-чуть поаккуратнее здесь размещу на экране это окошко так как это и будет то что мы с вами создаем это и будет внешний вид нашу прогресс бар естественно здесь а можно было придумать поинтереснее стиль данных элементов она нам важно его оживить а поэтому потом если что можно подобные доработки всегда предусмотреть хорошо готовое решение но естественно эту форму сейчас запускать отдельно от какого-то процесса который работает цикле не имеет никакого смысла поэтому если я сейчас это запущу но вот открылся меня это окошко показывает сто процентов я просто закрыл мы с вами поэтому после такой подготовительной части перейдем ко второму этапу а где уже это будет у нас запрограммировано но еще раз повторюсь прежде чем переходить ко второму этапу надо убедиться у нас форма который нарисован этот будущий работающий прогресс бар имеет одинаковое название так как дальше будем писать ему ссылку на объект фрм прогресс бар форма прогресс бар так ну что ж считаем что это у нас есть сохраню изменения в проекте и мы обсуждаем что будет дальше а дальше у нас будет соответственно следующее мы программируем вызов формы цикле процедуры и вот здесь используется такой прием я ее вначале расскажу в общем виде а потом уже к нашей задачи будет немножко отличается а специфика поясню поподробнее значит система такая дело то что мы можем использовать прогресс бар и указать точное количество выполненных процентов а только если у нас присутствует в решении цикл со счетчиком то что я знаю максимальное количество операций и знаю номер текущей операции по значению счетчика а поэтому я могу взять счетчик а и вот этот и его максимальную величину н посчитать пропорцию и использовать эту пропорцию вот для какой цели для того чтобы во первых отобразить значение процентов которые на текущий момент выполнены и во вторых для того чтобы пропорционально изменить ширину наши надписи которые будут эти проценты показывать она у меня будет в начале шириной 0 пунктов а в конце когда будет сто процентов и будет иметь максимальное значение вот эти наши 200 пунктов промежутки будет соответственно размеры меняться так вот смотрите что получается у меня есть некая процедура макрос в котором где-то присутствует а цикл с длительно работающими операциями я должен еще до начала работы этого цикла обратиться к моей заготовки формы прогресс бар и вызвать ее методом шоу с а вот этой настройкой с параметром false это настройка относится к указанию модальности открываемой формы мы будем открывать форму как не модально это важный очень момент если открывать форму а не указав этого параметра умолчание откроется модальное окно и она будет препятствовать выполнение остальных оставшихся команд пока модальное окно не закроешь это как висит на экране message box какой-то у нас состояние паузы поэтому здесь единственный вариант окошко прогресс бара должно быть не модельным вот этот важный момент затем в цикле много раз у меня будет срабатывать вот такая операция caption который сейчас у меня содержит надпись 100 процентов будет менять каждый раз эту надпись и показывать текущий процент определяться будет очень просто у формы прогресс бар элемент лейбл один будет присылать значение caption таким образом я беру счетчик делю на общее максимальное количество повторений здесь но например у меня происходит действие в цикле который будет повторять тысячу операций или как у нас было 25 тысяч ячеек заполняется ну а я сейчас на каком-то там тысячном шаге это 1000 разделить на 25000 сколько будет у нас получаться значит 1 25 или 4 процента мы с вами выполнили вот у меня результат который а мы получим округлит до значение им тоже чтобы не получать длинных дробей и выведет по формату в процентом виде то есть не какой-то там 0 25 а соответственно 25 процентов или что-то типа этого но и еще один момент чтобы это цифра к изменилась и отобразился меня на экране нам форму прогресс бар надо будет перерисовывать для всей формы команды репейнт если этого не сделать будет получаться так процесс какой-то идет время на него тратится но а мы не видим изменений картинки и это будет отображаться только когда уже все закончится и надо уже будет закрывать этот прогресс бар со стопроцентным результатом поэтому вот этот командчик репейнт ну и наконец цикл завершит всю работу и у нас будет отображено что все завершил 100 процентов готова после этого не забываем прогресс бар закрыть автоматически и это команда unload имя формы который нас этот прогресс бар находится вот что-то подобное мы сейчас с вами запрограммирован нашем случае только будет больше подробностей и деталей и это просто как напоминание на какие команды необходимо здесь использовать нам не забыть тогда возвращаюсь обратно в соответственно вижу бисик и у нас вот здесь модуль 1 и вот тут мы как раз займемся нашими привязками к прогресс бару ну во первых в данном случае задача несколько сложнее у меня не один цикл а два цикла вложено потому что цикл по строкам и цикл по столбцам вот по g и по и соответственно открывать прогресс бар я буду до самого первого цикла вот в этом месте и здесь я пишу команду форма фрм прогресс бар . шоу фолс немодально открыть немодальное окно прогресс бар это есть пока не забыл сразу добавлю строчку которая будет закрывать это окошком это будет уже самом конце практически но прежде чем я а выведу сообщение о том что все готово и программа работала столько-то минут вот здесь у нас это фраза фраза вот день здесь я добавлю команду закрытия данного окошка фрм прогресс бар мы будем закрывать эта команда аналог я выгружаю из памяти чтобы полностью все что там а у нас менялась было забыто не сохранять промежуточное состояние есть а вот дальше немножко сложнее ситуация это требуется обсудить дело то что когда у вас работает один цикл они группа из вложенных циклов понятно что вот например цикл по и у меня имеет значение от 1 до 250 я буду брать пропорцию этот элемент и ты делить на вот эту максимальную цифру так как у меня вложенные циклы то получается что у меня количество действий и здесь 250 раз по 100 повторяются эти операции то есть 100 на 250 а вот те самые 25000 ячеек я заполняю мне необходимо будет сделать следующее во первых посчитать количество всех этих повторений максимальное значение и посчитать номер текущей операции которые у меня здесь определяется значит для этой цели у меня заранее были введены две вспомогательные перемены к и н н н общее количество операций к этот номер текущий повторяющийся операции в данном случае где я это а пишу ну н а будет еще до начала цикла у меня описываться цифру ко я напишу что n равно вот этот Ой, равно, извините, 100 помножить на 250. Можно было, конечно, вспомогательные переменные и здесь использовать, но у нас частные случаи решения. Вот это два цикла доставит до 250 общее количество операций. Чему будет равно k? k у меня будет изначально равно нулю по умолчанию, а потом она будет каждый раз накапливаться в внутреннем цикле. Вот это внутренний цикл по i. И вот в нем я пишу, что k будет равно k плюс 1. То есть это такой глобальный какой-то общий здесь единый счетчик я таким образом получаю. Так, хорошо, это мы сделали в данном случае. Вычисляем его автоматически. Этот счетчик кам. Ну и дальше мы с вами начинаем работать с элементами формы прогресс-бар. А так как это будет не одна, а несколько настройчик, то напрашивается сделать следующее. Блок виз. Используем. Виз. Форма наша. ФРМ прогресс-бар. Вот я имя повторяю здесь. ENDWITH. И внутри у меня будут происходить вот такие вот вещи. Ну, во-первых, я хочу использовать следующее. Я здесь напишу, что мы обращаемся к лейбл 1. Это наша надпись, которая на верхнем уровне находится и которая будет показывать как раз цифры прогресса выполнения. Лейбл 1. У него свойство Caption. Чему будет равно? Вот тут я пишу выражение. С помощью функции формат. Определяю формат. Дальше вот это вот СНГ. СНГ сингл от слова. Конверт сингл. То есть преобразуем результат в значение одинарной точности. Нам больше не надо. Дело в том, что К делить на Н. Это дробь. И если не указать какая точность, она может быть слишком большой. А так мы ее округляем таким образом. Результат же отображать в формате процентным с точностью до целого процента. То есть мы не будем там 1,5-2,8% писать. Достаточно 0% вот таким образом показать. Хотите точнее, детальнее, но можно 0.0 вот так это сделать. Смотрите, если это необходимо, конечно, такую точность отслеживать. Я думаю, что достаточно будет в таком виде. И для того, чтобы эти изменения отображались, мне обязательно надо не забыть выполнить Repaint. Repaint, перерисовывать это все. Правда, процесс у меня длился целую минуту. И сейчас, если я запущу проверку, то боюсь, что это будет надолго. Картинку экрана вы в этот момент можете не увидеть. Я попробую сделать так, чтобы у меня не закрывался Excel текст, программный код куда-то вниз отодвину. Ну, а прогресс-балл висеть будет здесь. И его будет видно, наверное, в этом случае. Проверю, что получится. Значит, что я делаю? Я запускаю макрос, но можно прямо отсюда. Говорят, да, хочу на новом листе что-то делать. Окей. Вот смотрите, вот у меня отображаются проценты выполнения. 6, 7, 8. Достаточно медленно идет процесс, но он идет неуклонно. Только единственное, что он показывает цифру, а хотелось бы, чтобы еще у меня двигалась эта шкала. Вот это я еще не добавил. Но можно, конечно, попробовать прервать сейчас этот процесс через control break. Я думаю дождаться результата. Так будет у нас надежнее, а то еще подвиснет чего-нибудь. И, соответственно, эти проценты сюда тоже добавим дополнительно еще в одном месте. Да, кстати говоря, вот я боялся вот такого состояния, когда экран замораживает, то ли работает, то ли висит. Лучше не трогать, на самом деле, все это, потому что Excel так бывает реагирует, перестает отвечать. Так, ну что, закончилась работа, нет? По идее, должна была закончиться появлением сообщения, что это занял столько-то часов минут. А, мне вот тут написали, что я где-то N уже вычислял. Да, я заготовку делал, чувствуется, вот второй раз повторился. Хорошо, не надо повторять, что N это 250 умножить на 100. Где-то достаточно в одном месте это указать. Ну, хуже не будет, просто продублировал, внимательно посмотрели. Так, есть такое дело. Ну и теперь, собственно, чтобы у нас шкала двигалась. Я напомню, в прогресс баре вот этот вот элемент, максимальную ширину имеет равную 200. Можно, в принципе, это значение считывать программным путем из конкретного данного окна. Можно поставить это как константу, конкретную цифру. Я хочу поставить просто цифру 200 в том месте, где мы будем считать, что наш размер будет 200, только если это 100% выполнения, а так это будет цифра меньше. И посмотрим, что из этого получится. Это вот сюда добавляю перед Repaint. Мы обращаемся к тому же элементу Label 1. Берем его свойство White. И определяем его размер как максимальная величина 100, а 200, извините, умноженная на вот эту пропорцию. В данном случае, может быть, еще в целом это все округлить до целой величины не помешало бы, но может оно и само сработает. Просто у нас размеры, которые мы задаем для элементов формы, они целочисленные. Это можно было округлить как интеджер величину дополнительно. Но мне кажется, и так это выполнится и никаких проблем не вызовет. Я проверю сейчас. У меня, правда, опять это будет длиться целую минуту. Но если хотите, чтобы работало несколько побыстрее, здесь, во-первых, можно не использовать команду Select, когда это в разы быстрее выполняется, или не раскрашивать столбцы, которые у меня вот здесь имеют цвет заливки. От этого тоже у меня гораздо быстрее выполняются все действия, если только данные вносить. Но тогда мы не успеем заметить прогресс. Я искусственно здесь замедляю с помощью этих команд наши действия. Ну и сейчас посмотрим, что получится. Ну а делаю я проверку теперь, развернув на весь экран. Давайте вот эти вот листы пробные, которые у меня появились, некоторые удалю. Значит вот, нажимаю кнопочку, заполнить новый лист, говорю, да, хочу. И вот теперь, пожалуйста, у меня нижняя подложка, она не меняет размер, он максимальный 200 единиц, а вот это у меня вычисляется в пропорции от выполненных процентов, и вот такой эффект. Что-то двигается, что-то ползет, но это действительно похоже на прогресс бар. Вот он процесс такой идет. В этот момент лучше его не трогать, потому что действительно бывает, что это все приводит к замораживанию экрана, причем мы это никак не регулируем, так как в Excel сама сейчас эта настройка часто срабатывает. Если система заподозревает, что этот процесс длительный, она его может ускорить только таким способом, отключить обновление картинки. Но это можно и программировать специально. В данном случае у нас просто такое решение, что в нем происходит действие, которое без обновления картинки будет срабатывать в доле секунды мгновенно. А вот если у вас процесс, связанный с открытием файлов, копированием данных каким-то многократным, объемным, то это в любом случае долго, и вот здесь можно такие проценты отображать. Мы рассматриваем подобные решения в нашем практикуме по VBA в Excel, где это как раз отображает нам проценты обработки большого количества файлов с данными. То есть целая папка у нас, в которой сотни-полторы файлов, и у меня макрос берет их один за другим, время какое-то тратится на открытие и копирование оттуда информации, преобразование, закрытие и сохранение файлов с новыми результатами. Это процесс длительный, и чтобы пользователям было не скучно, они будут наблюдать вот такой вот прогресс-бар. Но, как вы понимаете, если вы это нарисовали, то можно потом брать это и переносить в любой проект, а в этом проекте просто найти место, где у вас работает длительный цикл, и, пожалуйста, в нем добавить что-то вот такого плана стандартного вида. То есть открытие окна с прогресс-баром в виде модального окошка, внутри цикла, перерисовывание каждый раз после каждого шага данного окна с изменением надписи и ее ширины. И в конце закрытие этого окошка, прежде чем показать уже финальный результат. Ну вот, собственно, это шаги по созданию самостоятельно своего собственного прогресс-бара. Хорошо, вот то, что мне хотелось вам показать, продемонстрировать. Ну и, собственно, как я уже сказал, мы это используем в наших примерах на практикуме создания макросов в Excel на VBA. Это практикум, который объединяет тематику, материалы 4 и 5 уровня, программирование макросов в Excel. И там у нас, на самом деле, рассматривается какая-то одна единая сплошная задача. Основную часть работы, естественно, мы программируем логику обработки информации, формирование каких-то отчетных документов и так далее по нашему алгоритму. Ну а конечный, финальный аккорд – это создание вот этих вот всех красивых диалоговых окошек и визуальных эффектов. Не сложно, но смотрится уже более профессионально. Из этого потом можно сделать финальное решение в виде надстройки и таким образом уже распространять потом в дальнейшем для других конечных пользователей. Дело в том, что это далеко не все, что можно было бы рассказать про прогресс бары, а только, скажем, одна из возможных идей, как это все несложно реализовать за буквально там несколько минут. Итак, спасибо за внимание. Если сегодняшний материал был интересен, то это можно подробнее попрактиковать у нас на занятиях, на практику по VBA в Excel, кто еще на нем не был, пожалуйста, приглашаю, приходите к нам.